Впервые в истории бокса будет только один объединенный неоспоримый чемпион, чемпион мира в полутяжелом весе. Впервые за эру четырех поясов все эти пояса будут принадлежать одному человеку. Оба эти мужчины – чемпионы мира, непобежденные, блестяще владеют боксом, с отличной, любительской, родословной, безупречными рекордами. Надеюсь, вам также сейчас будет приятно посмотреть лицом к лицу между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Добро пожаловать, парни! Спасибо, что пришли! Значит, вы не друзья, не так ли? Мы были в одной национальной команде, но, конечно, мы не были друзьями. На ринге ты очень профессионален. Ты не участвуешь в разного рода треф-штуке. Это, конечно, глупость, но я чувствую, сидя здесь, что ты хочешь подраться с ним. Это правда? Я не хочу драться с ним. Просто от него мне нужен только еще один пояс. Я не зациклен на нем, как на человеке или на бойце. Понимаете? Значит, это для тебя просто бизнес? Это не бизнес. Мне просто нужен еще один пояс. А как насчет тебя? Это лично или просто бизнес? Нет, конечно. Ничего личного. Я уже говорил, что хочу оставаться непобедимым. Я хочу получить все пояса, и это мой шанс. Хотели бы вы когда-нибудь избить своего соперника в ринге? Был ли у вас соперник, который вам не нравился? Нет. Никогда. У меня этого никогда не было. Бокс для меня. Бокс для меня. Это просто игра. Это часть моей жизни. А соперник — это просто соперник. Ничего личного. Каждый соперник особенный. Но я не смешиваю спорт с личными делами. Это отходит на второй план. А что насчет тебя? Были ли у тебя такие соперники из 20 человек, которые тебе не нравились? Конечно. Кто из них? Перед боем — все. Он мне не нравится. Он пришел сюда не пожать друг другу руки. Но вы же пожмете ему руку, потому что вы джентльмены. Я пожму ему руку, потому что он пожал ее мне. Он протянул мне руку. Вот почему я пожимаю ее ему. Значит, ты хочешь донести до него, что ты хочешь победить его или того, кто будет находиться в другом углу ринга. Нет, нет, нет. Я... Нет. Я говорю, он мне не друг. Он мой противник. Он будет пытаться победить меня. Я тоже постараюсь победить его. Все просто. Как получилось? Что в свои 39 лет ты все еще в отличной форме? Как тебе это удается? Я не знаю. Это нормально? Может быть, хорошая еда? Хороший сон? Я не знаю. А как насчет вас, Дмитрий? Как вы думаете, возможно, что в 39 карьера Артура подходит к концу? Что вы думаете? Каждый раз, когда я выхожу на ринг, то думаю, что мой соперник находится в лучшей форме за всю свою жизнь. И я не думаю о том, сколько ему лет, сколько противников он победил. Я просто думаю, что сейчас он в лучшей форме. И это помогает мне быть сосредоточенным. Как вы думаете, что является лучшим качеством Артура? Его разум? Физика? Левая рука? Или правая? Что у него получается лучше всего? У него есть все. Но больше всего его мощь. Что у Дмитрия получается лучше всего? Я думаю, ты знаешь его лучшие качества. И слабые стороны. Но ты не хочешь сказать их мне, чтобы я знал. Я могу сказать все, что угодно. Но это будет неправда. Я чувствовал, что мы будем драться. И когда я встретил его, я просто пожал руку человеку, которого знаю, с которым был в одной национальной команде, когда занимался любительским боксом. Я был вежлив. Когда вы встретитесь в бою? Я не знаю. Он говорит о поединке, но сам никогда не дерется. Четыре пояса. У тебя их три, у тебя один. Артур, важно ли иметь все четыре пояса, чтобы быть абсолютным чемпионом? Это много значит для тебя? Да, это моя цель, понимаешь? Это моя цель в этой весовой категории. Это как солдат, который хочет стать генералом. Это то же самое. И мне больше ничего не нужно. Ничего отвлекающего? Да. Тебе просто нравится готовиться к бою? Да, конечно. И поэтому это плохая идея перед боем сводить вас друг с другом. Так? Я не знаю, что еще придумают организаторы, но я знаю, что это та часть моей работы, которая мне, честно говоря, не нравится. Мне нравятся тренировки, мне нравится боксировать, и я признаю, что мне нужно пойти на это интервью, ради которого я приехал в Лондон. Это тяжелая работа, Дмитрий? Когда вы были маленьким, вы думали, что станете профессиональным боксером? Честно говоря, я не помню себя без бокса. Это просто было частью моей жизни. Я чувствовал, что я должен заниматься этим. А сколько вам было лет, когда вы впервые пошли в спортзал? Пять с половиной. Может быть, шесть. А как насчет тебя, Артур? Сколько тебе было лет, когда ты впервые пришел в спортзал? Девять. Может быть, десять. Значит, ты уже больше двадцати лет в боксе. Да. И ты тоже. Или почти двадцать лет. Двадцать восемь лет. Так долго? Да. Что ты видишь, когда смотришь на Дмитрия? Какого человека ты видишь? Я смотрю только за тем, как он боксирует. Не за его жизнью. Мне все равно на его жизнь и на то, что он делает в жизни. Понимаешь? Просто хочется выйти на ринг. Понимаешь? А как насчет тебя, Дмитрий? Я просто отношусь к нему как к хорошему бойцу. Так к бойцу, который любит свою работу и все. Артур, несмотря на то, что ты выиграл все свои бои нокаутом, есть ли среди ваших соперников тот, с кем тебе кажется, ты хотел бы сразиться еще раз? Нет. Вопрос закрыт? Не закрыт. Но я не думаю об этих вещах. Прозвучит гонг. Начнется первый раунд. Что произойдет в бою, Дмитрий? Я не Ванг или Нострадамус, чтобы говорить о том, что будет. Я просто знаю, что я верю в свои силы. И я выйду на ринг. Только ради победы. Артур, первый раунд. Что будет происходить на ринге? Что произойдет? Начнется экшен. Экшен действительно начнется. Это все? Посмотрим. Потом посмотрим, что произойдет. Вы оба очень хорошие дипломаты. С нашей стороны нехорошо говорить о вещах, которые мы не знаем. Я знаю, что вы сделали это до того, как мы начали, но не могли бы вы еще раз пожать друг друга руки. Последний раз. Никаких проблем? Да, пожалуйста. Итак, это Дмитрий Бивол, а это Артур Биттербиев. Первый в современную эпоху. На кону будут стоять все четыре пояса. На кону будут стоять все четыре пояса. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой True Gym. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok